Несколько месяцев под полным контролем России. В городе осталось лишь четверть населения. Число погибших, по предварительным данным, более 20 тысяч человек. По данным ООН, разрушено 90% зданий. В городе снарядами уничтожен водопровод. Убитые похоронены на улицах, а выживших заставляют работать за еду. Все это про сегодняшний Мариуполь. Один из крупнейших городов Донецкой области сейчас больше походит на сюжет игры «Сталкер». Сплошные обожженные руины и те, кто до сих пор пытается в них выжить. Распалить костер, приготовить завтрак, детворе, чтобы чем-то накормить. В обед поехать что-то найти, или работу, или получить тот же самый паёк, чтобы на ужин опять чем-то её накормить. Как говорится, день сурка. Встал, и оно постоянно одно и то же. По поводу работы. Она здесь самая разнообразная. Но что характерно, вся с риском для жизни. Окупанты дают возможность заработать на крохи, разбирая завалы. Или, к примеру, занимаясь разминированием. В ином случае, выжить особенно мужчинам в городе просто невозможно. Вода в летнюю жару стала особенным дефицитом у горожан. Сотни захоронений и пробитый снарядами водопровод не позволяют пользоваться центральным водоснабжением. Так что воду теперь продают. Один литр – 4 гривны. В магазинах цены и вовсе не по карману. Пельмени – 300 гривен. Кофе – 3 в 1 – 200 гривен. Творог – 250 грамм. Сотня. И полсотни за 900 грамм молока. Я вот не пойму, это что? Цена за штуку получается? 6 рублей штука. А, 6 рублей штука. Яйцо. На фоне этого оккупанты не прекращают пиариться на разрушенном имя же городе. Политические игры, которые затеяли россияне, буквально парализовали жизнь в Мариуполе на несколько дней. Были с пятницы вечера установлены усиленные мероприятия по безопасности, фильтрации, проверки, усложнен въезд-выезд практически, остановлен для людей, перемещающихся на собственном автотранспорте. Причина этому раскрылась через три дня. Оказывается, так называемый глава, так называемый ДНР, Денис Пушилин, встречался на выходных с главой «Единой России» Турчаком подписывать документы о фактическом политической аннексии Донецка. Вот во всей области контроли ужесточили. Также обсуждали и логистические особенности региона. Подготовлен практически готов порт к приему и к отгрузке. Подано на него на сегодняшний день электричество, за нашу информацию полностью. Пока порт стоит пустой, но готовятся они продолжать одружать металлопрокат. Ну и самое главное, готовятся к перевалке. Зерна, которая сейчас появится после урожая. То есть Донецкую область готовят, так сказать, на вывоз. Хотя поростовые, все наоборот. Там, оказывается, решили Мариуполь не ограбить, а отстроить. Демонстративно сняли ролик, в котором несколько десятков рабочих обустраивают фундамент. Да вот только жилье, скорее всего, строят не для местных, а для военных, которые с семьями перебрались на оккупированные земли. Простой люд, как жил в руинах домов, так и живет. Вместе этот двор был зеленый, своими руками построен. Здесь детворы было человек 60-70. Дни рождения отмечали здесь все вместе, музыку выносили, праздники нанимали аниматора, все было прекрасно. А сейчас осталось 2-3 ребенка, которым, на самом деле, делать нечего. Но как это не парадоксально, то, что Мариуполь украинский, расистам показали именно дети. На руинах парка Радуга им решили устроить праздник, но картинка, как говорится, не вышла. Ну, что примечательно, детям раздали мелки для рисования на асфальте, дети там рисовали. Теперь весь асфальт в сердцах и в украинских флагах. Сегодняшнее утро, все пропаганда русская массовая. Удаляет эти фотографии, заменяет их фотошопом. Но фотошопом не удастся поменять сознание людей. В графическом редакторе, конечно, можно дорисовать стены и крыши в разрушенных домах, замазать могилы во дворах. Но на местных это не сработает. Из своих обещаний оккупационная власть не выполнила практически ничего. Как следствие, недовольство растет даже среди самых оголтелых приверженцев русского мира. Власть, которая держится в городе лишь на силе военных РФ, обречена на провал. Тем более, что сила эта значительно преувеличена и тает буквально на глазах.